Программа предназначена для аудитории от 16 лет. На часах 11 на 6 начинается программа «Дневной разворот». Вас приветствуют ведущие передачи Николай Голиков и Владимир Сметанин. Николай, я думаю, что для каждого человека, который родился и вырос или немножко подрос в Советском Союзе, сегодняшняя дата однозначно связана с Днём Пионерии. Безусловно, сегодня день Пионерии. Я с утра нашёл в шкафу свой старый галстук, полюбовался перед зеркалом, потом снял и пошёл на работу. Это не шутка. Это не шутка, это правда. Я был активистом пионерским, для меня это очень дорого. То есть это ежегодная традиция такая, доставание галстука? А как же, а как же. А, кстати, вам журнальчик передали. Да, как раз журнал «Костёр» мне должны были передать. Да-да-да, 87-го года. 87-го года. Боже мой, 30 лет уже прошло. Мне социально позвонили, это как раз по случаю праздника. Ну, давайте всех присутствующих в студии поздравим. Всех с Днём пионерии. Всегда готовы. Будьте готовы, всегда готовы. Хоть она не отмечается, да. У нас сегодня будет совершенно другая тема. Ну, давайте уже гостей представлять. Татьяна Мазур, директор художественного музея имени братьев Васнецова. Здравствуйте. Доброе утро. Юлия Иванова Шаице, поэт-драматург, заведующая литературной частью театра Наспасской. Доброе утро. Вас приветствуем. И Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета. Добрый день. А теперь подумайте, что может этих разных людей собрать, какая тема, одна тема может собрать их за одним словом. Звоните 211-101, вы сказали, что это предположение. У вас ровно 30 секунд. Я повторю, что он уже говорил в эфире о том, что май он такой насыщенный очень на события личные и общегосударственные такие. И вот вчера день музеев был. Да, замечательный праздник. Спасибо большое. Мы очень активно отметили. Мы уже целые сутки пьем за ваше здоровье. Спасибо. А завтра, мы надеемся, еще будет очень примечательное событие для жителей нашего города. Это акция международная под названием «Ночь музеев». Для многих, я думаю, это словосочетание знакомо. Ну, если немножко об истории напомнить, впервые состоялось ровно 20 лет назад, в 97-м году, в Берлине, потом французы подхватили эту традицию, потом по европейским странам. В 2007 году Москва и пошло и поехало по стране. Да, и мы даже, по-моему, оказались первыми, потому что наш замдиректора в свое время тоже уехал в Берлин, увидел вот эту всю замечательную акцию, и они ее провели в 2005 году. Потом была как бы пауза, а с 2007 года все стартануло, так, как говорится, мощно. То есть уже, так сказать, регулярный 10-й год. Да, да, да. Но вот удивительно-то в том, что именно такой состав у нас сегодня гостей. Театр на Спасской. Мы пока интригу сохраняем. Вуз опорный. И Вятский художественный музей. Итак, что же в этом году у вас? Небольшая, небольшая подсказочка нашим радиослушателям, что в любом случае, что такое Ночь музеев? Это прежде всего показ что-то совершенно различного от традиционных технологий музейных выставок, экскурсий. То есть музеи всегда предлагали что-то новое, что-то необычное, что-то отличающееся от их обычной деятельности. Ну, это маленькая подсказка, я думаю. Такая инновационная ночь. Да, инновационная ночь в музее. Ну что, давайте по порядку будем рассказывать. С инновационной экономикой не получилось, давайте инновационной музейщиной займемся. О программе. Почему театр? Почему вуз? Почему музей? Все вопросы. Юля. Юля будет доставаться за всех. На самом деле, этот совместный проект театра и Вятского госуниверситета, мне кажется, очень логичная история, потому что аудитория театра юного зрителя и студенчества, это очень близко, это пересекающаяся аудитория, это энергия молодости и поиск постоянного чего-то нового, который и у студентов, в силу того, что они открыты, они учатся, они... Да, они просто молодые. Вот, да, и у нас был юбилей осенью, и Степан Пиктеев, наш режиссер, по-моему, придумал замечательную формулу театра нашего. Он сказал, что театр «Наспаска» — это театр вечной юности и молодости. И мне кажется, вот на этой волне мы как-то нашли друг друга с университетом, и так родилась вот эта совместная акция, которая, ну, завтра... Ну, а потом вы вместе нашли наш художественный музей, я так понял. Да. Итак, завтра в нашем городе ночь музеев, завтра, в субботу, 20 мая, культурологический проект, как говорится в пресс-релизе, «Арт-инженериум. Игра в музей». Так называется. Ну, инженериум — это слово понятное, да? Мы знаем, что... Самое интересное, что у нас есть замечательное здание, которое, я считаю, очень удачно географически расположено в городе, там красивый, отличный ремонт, и изначально, конечно, он был инженериумом. Ну, само по себе красивый, да. Вот, то есть это было здание политеха для инженерных наук. После создания опорного университета в едином, теперь уже в университете появились инженериумы и плюс гуманитарии, и в частности культурологи. Поэтому возникла, я считаю, очень хорошая идея инженериума превратить в арт-инженериум. Физики и лирики, как говорится, да? Нет, гуманитариум — это еще в будущем. На данном этапе все-таки арт-инженериум, и поэтому здесь университет, конечно же, сразу же пал в объятия, я считаю, Вятского художественного музея. Татьяна Сергеевна Мазова, большая умница, нас тут же приняла. И у нас масса совместных проектов, помимо ночи музеев. И, кроме того, конечно же, театр юного зрителя. И поэтому нас ждет очень увлекательное, интересное мероприятие, где соединяется, с одной стороны, наука, с другой стороны, музейные дела. И вот эти всякие новые перформансы, инсталляции. То, что для нас сделает театр юного зрителя. Театр на Спасской, прошу прощения. — Нужно и так называть театр юного зрителя. Театр вечной юности и театр юного зрителя — это, в общем-то, синонимично. — Ну, давайте уже перейдем к наполнению, собственно, запчасти. — Что будет? — Ой, что будет, это даже страшно рассказывать. — Что будет, что будет, потому что, конечно, пространство инженериума производит колоссальное впечатление. Я искренне поздравляю ВУЗ, что он получил такую площадку, где можно настолько мощно творить, выдумывать, пробовать. И мне очень приятно, что мы разговаривали на одном языке, действительно, при первой встрече. Глаза загорелись, идеи посыпались. И вот здорово всё нашло воплощение именно в ночь музеев. — Здорово. Мы придумали совместно целых три траектории. Первая — это университет плюс театр. Вторая — университет плюс музей. И третья траектория — хендмейт. И внутри у них очень интересное наполнение. Если мы берём университет плюс театр, то это театрализованная читка-пьесы «Метерлинка слепые». Перформансы и иммерсивные практики. Дом балерины. — Какие практики ещё можно ли разговаривать? — Иммерсивные практики. Это когда гость, он не является просто зрителем пассивным, а он вовлекается в действия, которое происходит. То есть он активный участник театрализованного действия. — Надо слово запомнить просто. — Да, иммерсивные практики. — Чтобы ввести в ступор, да? — Не-не-не-не, это очень понятно, это очень интересно. Это совершенно новый формат, который исключает какую-либо скуку. Все наши гости будут активно участвовать в происходящем. — То есть вы уверены уже в этом, что будут активно участвовать? — Нет, всякого сомнения. — Это же практика иммерсивная. Куда ты денешься? — Так, давайте ещё раз. Мы не обозначили чётко. Инженериум на Преображенской. — 41. — На Преображенской 41. — 16.00. — Да, до 22.00. Кроме того, в этой траектории университет плюс театр — это творческая встреча с драматургом Ярославой Пулинович. Это Екатеринбург. И читка пьесы «Тот самый день Ярослава Пулинович». Вторая траектория университета... — Подождите, почему именно Ярослава? Юля, может, поясните? — Это очень круто. — Выбор пал в неё, чтобы познакомить наших слушателей. — Во-первых, в Театре Носпасской идут два спектакля по инсценировкам Ярослава Пулиновича. То есть это драматург, который театру не чужой, скажем так. И это один из ведущих молодых драматургов России. И то, что благодаря нашему совместному проекту она приедет в Киров, нам кажется, это прям здорово. — Здорово. — Потому что вне вот этого проекта, вне этой акции, возможно, эта история ещё бы какое-то время не нашла своего воплощения. А здесь всё так сошлось, что Ярослава впервые приедет в Киров. И, мне кажется, и тем зрителям, которые видели спектакли «Господа Головлёвы, маменька», она писала «Отрочество», тоже её инсценировка. Будет интересно увидеть того автора, чьи спектакли они видели. — Приезжает уже завтра? — Да, приезжает завтра утром, мы её встречаем. Она остаётся в городе на сутки, успеет не только принять участие в творческой встрече, в разговоре со зрителями, но и посмотреть с городом, познакомиться. Это для драматурга всегда важно, поехать в другой город, увидеть что-то новое, потому что это всегда даёт пищу для... — Впечатление, да, для дальнейшего города. — Потом мы прочитаем в собрании сочинений Ярослава Полиновича историю одного города или что-нибудь. — Так, хорошо, дальше Алексей. — Городоведки. — Университет и театр. — Да, университет и театр, вот эта площадка, траектория, я её озвучил. Вот, теперь у нас второе направление — университет плюс музей. — Дружно посмотрели все на Татьяну Мазуху, да. — Дружно посмотрели вся всякие направления. — Здесь вообще много классного и интересного, я просто вижу подготовку собственными глазами, мне уже увлекательно, я уже знаю, что я поведу своих детей обязательно и своих друзей туда тащу. — Потому что надо всё-таки подчеркнуть, что те замечательные идеи показа выставки, которую мы передали, оно всё-таки принадлежит университету и тем замечательным людям, которые организуют пространство в инженериуме ночи музеев. Потому что там мы тоже не ожидали, те предложения, которые мы увидели, уже начали воплощаться технически. — Уважаемая радиослушатель, Татьяна Сергеевна немножко нам льстит, всё это рождается в ходе совместного нашего с вами действия. Итак, что же нас там ждёт? Значит, арт-объект фото в Кубе. Это очень интересно. — Это по Кубу? — Нет, это круче. Это стереография Сергея Лобовикова из коллекции Вятского художественного музея имени братьев Воснецовых. Сейчас очень популярна тема виртуальной реальности, шлемов 3D и так далее. Вы можете посмотреть то, что было ещё в начале 20 века. Можно погрузиться будет в ту историческую атмосферу и прогуляться через 3D-фотографии по европейским улочкам и по Старой Вятке. — Это вы видели уже зрители, да, эти работы? — Зрители видели эту выставку, но, я думаю, вот как это воплощено там, я думаю, настолько неожиданно. И если, ну, не хочется раскрывать секретов, хочется, чтобы пришли, посмотрели. Я думаю, действительно, занимательно будет не только взрослым, но и детям. — Так, нам звукорежиссёр напоминает о том, что мы паузу должны сделать. — 30 секунд. — Подробностям, да, перейдём через полминуты. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Акция «Ночь музеев» состоится завтра в нашем городе. Ещё раз заостряем ваше внимание о том, что в инженериуме на Преображенске 41 мероприятие стартует ровно в 16.00. И мы сегодня вас всех туда приглашаем. Продолжаем рассказывать, собственно, о сути этого мероприятия, о его наполнении. У нас в гостях напоминаем Татьяну Мазуру, директор художественного музея имени братьев Воснецовых, Юлия Янушайт и поэт-драматург, заведующий литературной частью Театра Наспаска, и Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета. Итак, одна из составляющих завтрашней ночи — это университет и музей. И, собственно говоря, это не только площадка инженериума, вот как замечательно Алексей Александрович рассказывает. Я думаю, что там сюрпризов будет масса. Но в то же время и площадка нашего классического художественного музея в 17.00. Открытие ночи будет тоже с проекта, который мы делали вместе, совместно с Вятским государственным университетом. И открываем мы свою ночь музея действительно нетрадиционно. Традиционно мы передаем в дар кукольному театру, ну мы так и громко говорю, это, собственно говоря, участники проекта и Максим Ноумов. И мы ждем на этом замечательном мероприятии Валентина Николаевича Пугача музей, передаем театру в дар пьесу, которая была, будем так говорить, пьеса, которая выросла из выставки Салтыкиада. Было масса всего интересного, был аудиоспектакль. Это, которое как Салтыков встретил Щедрина. Да, да, да. То есть, мало того, ну как кукольный театр, как театр придет просто так получать? Нет, там будет театрализованное представление, там будет масса сюрпризов, один из которых уже стоит у меня в кабинете. А один из участников, да, сегодня утром уже клялся и божился, что он придет в репетицию в два часа. То есть, вы знаете, будет очень необычно. А как это так, простите, можно в дар пьесу передать? А вот настолько щедр Максим Наумов, что нам коллекцию... И к чему-то обязывает, понимаешь? Больше шансов, что эта пьеса появится на сцене театра. Вы знаете, я считаю, что театр сам должен принять решение. Вот творческая атмосфера театра такова, что он должен принять пьесу. Я считаю, что они должны понять, готовы ли они именно воплотить эту идею в жизнь. Поэтому дар получается символический. Действительно, пьеса написана для них. Для них Максим разработал не только декорации спектакля, но и куклы. Так и быть, уж скажу, что в кабинете у меня стоит кукла, которая будет, условно говоря, участвовать в передаче. Нет, не главного героя. Это она обещала в два часа на репетиции быть. Салтыкова. Тот, кто озвучивал этого героя в спектакле, придет играть роль. Но я думаю, что Салтыкова Щедринака, главного героя всей этой истории, уже и в премии он есть в статуэтке, и на здании его бюст. То есть надо продолжение двигать дальше. То есть там герои. То есть, в принципе, концепция спектакля, даже видение художника есть. Но это решение театра. И я думаю, что не будем давить. Мы только подарим решение за театром. А дальше... Подождите, помните, Николай, ведь Максим не так давно был в нашей студии. Он как раз рассказывал о том, что с одним из театров он так очень осторожно говорил. Потому что у него не только театр кукольный. Пьеса для кукольного театра изначально была сделана. Поэтому как бы намекся, дошел на театр кукол. Он мечтал и делал это все под театр кукол. Но там были и другие интересанты, будем так говорить, другие театры. Не будем говорить. Нет, не смотрите на Юлю. Но у нас здесь других театров сегодня не присутствует. Но у нас же в городе есть другие театры. Они появятся у нас часом позже. Да. Кстати, Константин Солдатов один из участников читки пьесы Метерлинка «Слепые». То есть изначально эта читка, которая создавалась в поддержку детей с ограниченными возможностями по зрению, она объединила все три театра. Театр кукол, драматический театр, театр на Спасской. И драмолабораторию, которую в свое время создал Борис Павлович. Так что это, можно сказать, не только театр на Спасской истории, а всех трех театров и университета. Поэтому тут еще шире состав участников. Читка еще раз напомним завтра. Да. Что радует в этой ситуации. Вы знаете, действительно так нравится то, что мы нашли друг друга. То, что мы делаем такие интересные, они необычные проекты. И это действительно, ну, видно, что вот это какой-то получился толчок. Появились интересные, разнообразные. Я там этих умных ваших слов, таких мне и не выговорить, но я скажу комплексные можно, потому что тут задействованы и университет с его потенциалом, музейный потенциал, театральный потенциал. Это такой новый культурный продукт на площадке. Я думаю, что, ну, в какой-то степени по-другому совсем смотрится культурная жизнь города. И мы очень рассчитываем, что в какой-то степени, вот для нас Ночь музеев, я вот, например, для себя считаю, в том проекте с инженериумом это тоже некий старт. Нам площадка очень понравилась, нам очень хочется продолжения. Поэтому для нас... А оно будет. Да, да. И поэтому, знаете, мы, как говорится, руки потираем и думаем, а вот еще бы это, а еще вот то. Поэтому для нас старт. Не только там Ночь музеев. Да, да, это надо обязательно... Ночь будет стартом, маленьким экзаменом. Справились ли мы и смогли ли воплотить те идеи, которые достаточно, ну, быстро родились. Но они, еще раз говорю, они имеют быть продолжение. Причем мы тоже будем счастливы, если и театр придет на... Я бы очень хотела, например, театр на Спасской видеть в каких-то проектах на нашей площадке. То есть, слава Богу, что мы сейчас вместе, что у нас вот такие интересные совместные дела происходят. Действительно, продолжение следует. Приходите на Ночь музеев, оцените. Мы будем благодарны за любую там критику. Нам интересно, как вы оцените это все. Потому что, еще раз, вот главное, повторю, площадка инженериума, она потрясающая, она необычная. Я искренне желаю коллегам, чтобы вот те идеи, которые заложены, чтобы они обязательно воплотились там на 5 с плюсом. Чтобы те, кто придут, почувствовали, что появилось новое место в арт-культуре нашей. У меня сейчас вопрос возникает. Вот вы так уж кайфуете-то от чего? От того, что вот вы вместе сотрудничаете. Понимаете, это разные потенциалы. Во главе этого угла что все-таки? Зритель? Зритель. Только зритель. Житель города, который придет. Житель города. Студент, который учится и который иногда в силу вот этой своей замотанности даже до банального музея тоже дойти не может. И причем, я считаю, что мы расширяем в какой-то степени не только культурологи, на которых мы какое-то время делали основной акцент. Да, в музей должен прийти культуролог, это его будущая профессия. Нет, такие проекты позволяют, как говорится, творить, выдумывать, пробовать и физикам, и лирикам. Это вот прежде всего направлено для людей. Мы-то, собственно говоря, только как-то ловим волну, чувствуем, что этого есть потребность, таких, ну как бы субкультур в какой-то степени. Владимир, ну смотри, если им так хорошо, я думаю, зритель просто обречен получить свой кайф на это мероприятие. Мы будем и очень стараться. Ну, кстати, предварительно это и есть цифра в голове, сколько вы планируете принять гостей на ночи музеев? Мы всегда начинаем планировать скромно. Мы всегда пишем, что в программе принимать участие прогнозируется от пяти тысяч человек. В прошлом году их было почти десять. Ничего себе, скромно. Скромно. Но это всегда ниже, всегда ниже цифры озвучиваются. Ну, мы как бы и на погоду делаем какие-то скидки. Но, тем не менее, прогнозировать начинаем. Это и так цифра большая, но в прошлом году у нас около десяти тысяч. Насколько это вообще трудозатратно, трудоемко, организация подобного мероприятия? Не знаю. Я просто смотрю на своих коллег, подчиненных, которые непосредственно втянуты в этот процесс. Вы не поверите. Сейчас они ловят кайф, если так можно в эфире сказать. Они получают удовольствие. Они устают, они выматываются. Я вижу, как они там поздно ложатся спать. Они мне отчитываются, рассказывают о проблемах, о трудностях. Все. Но все равно, вот с каким прямо упорством они все эти трудности преодолевают, договариваются, звонят, решают проблемы и так далее. В конечном итоге все равно проект движется, и у него будет результат очень яркий, ощутимый завтра. И поэтому вот здесь это сложно измерить, но я считаю, что здесь не трудозатраты. Здесь люди вкладывают свою душу. И вот это вот вкладывание души, оно, наверное, все-таки им доставляет удовольствие. И завтра зритель должен это почувствовать. То есть не просто увидеть арт-объекты, а он вот эту энергетику, которая будет там сконцентрирована в конечном итоге, она неизбежно затронет каждого, кто придет. Ну а мы, собственно говоря, обычно готовиться начинаем сразу после того, как завершился праздник для нас. Мы делаем выводы, планы меняем, определяемся с какими-то новыми там точками, идеями. А вот в плотной организационной, в плотной совершенно, вот с каждодневной, как говорится, отточковкой мы, наверное, месяц работаем. Вот каждый день мы проходим те планы, организационные моменты. Вот и сегодня я к вам прибежала, можно сказать, с такой летучки быстрой. И если вы не позволите, да, мне, наверное, нужно будет. Но еще несколько минут побудьте все-таки с нами. Ну давайте вот еще поподробнее рассказываем, что еще это будет. Продолжим, мы как-то прервали там на самом интересном моменте, по-моему. Ну вот знаете, очень интересные штуки придуманы, значит, опять же страшное слово, инсталляция. Будет закатанное искусство. Вот само название. Вот даже не зная переходить, грань интриги, ничего не говорить радиослушатель. Надо интриговать, интриговать, интриговать. Ну давайте так, если мы говорим все-таки об изобразительном искусстве, о живописи, то, конечно, мы его наблюдаем зрением. Но у человека есть другие органы, вот, и поэтому вот это художественное искусство более широко, мы планируем его отдать. Во-первых, понюхать, услышать, потрогать, то есть задействовать другие органы чувств. И вот через вот эти инсталляции, там мультимедийные эксперименты с элементами перформанса под названием дегустация картин. Я как раз хотел спросить, а на вкус? И на вкус, совершенно верно. Поэтому завтра зритель услышит, потрогает, почувствует, понюхает и распробует. И распробует на вкус. Хватит ли на всех? Это некий такой, скажем так, вариант потребления. Еще у посетителей, еще у зрителей будет возможность создать, когда уже сам гость будет творцом. И вот третья траектория, хендмейт, я думаю, переводить не надо, то есть сделанная самим собой, собственными руками. Вот, здесь будет мастер-классы по изготовлению личного сувенира под интересным названием «Ухо Ван Гога, глаз Сальвадора, нос Гоголя». Я надеюсь, никого не будет. А почему не усы? Дали. О, хорошая подсказка. Тогда в глаз Бунюэля с лезвием. Шевелюруй Эйнштейна. Мастер-класс «Лепка Шрёдингера». Мастер-класс по расшифровке почерка от Пушкина до меня. Мастер-класс по созданию современного арт-объекта. Пикассо. Пикассо. Ну, конечно, правильно все знают Пикассо. Мастер-класс по созданию современного арт-объекта «Гвозди современного искусства». Я думаю, что уже интрига просто хлещет, как фонтан. Надо остановить и сказать, что в художественном музее, в ночь музеев, у нас тоже очень много хендмейт, но прежде всего для детей. И мы ждем всех ребят на площадке открытой, потому что для нас девиз «Музей под открытым небом». Я думаю, что... Тогда хорошей вам погоды надо пожелать. Пожелайте нам, самое главное, хорошей погоды. Предварительно вроде бы хороший прогноз там. На субботу? Да. Дождик. Ну, тепло приятно. Дети будут создавать свой эко-город. И нам нужно обязательно отсутствие дождя. Потому что нам грустно сказали, что если пойдет дождь, дождь пойдет, шарик, который будет олицетворять большой шар землю, не улетит. Поэтому нам только солнце, нам хорошей погоды и замечательных детей, которые создадут свой эко-город. Почему? Может, оно и хорошо, что земля не улетит. Я что-то думаю, вот сижу. Это город. Как-то привычно на ней. Нет, потому что сказали, что когда идет дождь, вот этот гелевый шар... Нет, 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 почему именно эко-город? Вот экология. Вот экология и малышня нашего музейного центра, которая стоит во главе всей этой, потому что прийти-то может любой нарисовать малыш, кто будет. Но вот тут главное участие наши малыши, наши преподаватели детского музейного центра творчества. Они выбрали эту тему еще в своей так называемой отчетной выставке, замечательной выставкой. И они решили продолжить вот на ночи музеев эту тему. То есть будут создавать, из рук лепить, там уже зверят, раскрашивать человечков. В общем, делать город. Город мечты. Дадим шар земной детям. Значит, сейчас будет небольшая рекламная пауза. Мы договаривались, что Татьяна Сергеевна, нужно бежать дальше по делам. Спасибо. Спасибо, что нас навестили. Ну, мы продолжим наш разговор еще с двумя гостями. Вот такие замечательные остались гости. Через полминутки. Давай, я думаю, сейчас. Нет, через минутку, да. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Акция «Ночь музеев» будет завтра проводиться в нашем городе. Инженириум, в первую очередь, это Преображенская 41, начало ровно в 16.00. Мы беседуем, продолжаем наш разговор с Алексеем Костиным, директором Института гуманитарных и социальных наук ВИАТГУ, и Юлией Иоаннушайте, поэтом, драматургом, заведующей литературной частью Театра Наспасской. Договорились поподробнее еще рассказать о театральной составляющей, да? «Ночи музеев». Да. Имя Ярослава Полиновича уже прозвучало. Кировчанам оно знакомо, как я уже говорила, по спектаклям Театра Наспасской. На самом деле, это один из самых титулованных молодых драматургов в России. Ее пьесы идут в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сибири очень много ставят. А как с Кировом-то связь установилась? Две пьесы. Нет, я помню об этом. Мы вместе учились у Николая Владимировича Калиды. То есть это Уральская школа драматургии. И Ярослава один из лидеров этой школы. Ее пьесы идут, спектакли по ее пьесам в США, в Англии, в Польше, в Эстонии. То есть это человек, который представляет русскую школу драматургии и за пределами нашей страны. Поэтому я считаю, что большая удача, что она приедет в Киров. У нас недавно был в Драматическом театре Валерий Ширгин, тоже известный драматург. И то, что в Киров приезжают авторы, чьи пьесы ставятся в России очень широко, мне кажется, рано или поздно должно стать таким импульсом, чтобы и в Кирове появилась своя школа драматургии. Потому что вот недавно я была в Москве на семинаре, который проводил Институт театра и Золотая маска. И многие города хвастаются, что у нас там зародилась школа, у нас развивается. В Кирове пока не так много драматургов. То есть у нас есть замечательные художники, у нас есть режиссер, у нас есть все. Но вот именно с точки зрения драматургии такой небольшой провал. И то, что начинают приезжать драматурги, с ними начинают активно знакомиться, в том числе благодаря Ночи, музеям, другим проектам, начинается знакомиться кировский зритель. Мне кажется, это большой шаг вперед, начало какой-то очень хорошей истории. А в чем секрет такой востребованности Ярослава? Новый подход, новое видение? Что такое вообще? Что за явление Ярослава? Это, безусловно, просто очень талантливый человек. Не знаю, как говорят, Бог поцеловал. Потому что, когда она поступила к Николаю Владимировичу, ей было 18 лет, к нему часто поступают люди уже более старшего возраста. Это была совершенно юная девушка, которая сразу начала писать пьесы, которые моментом становились победителями всех драматургических конкурсов. И «Золотая маска», и «Первая читка», и «Евразия». Ну, то есть, можно перечислять, нет такой премии по современной драматургии в России, которую Ярослав бы не получил. Судя по той объективке, которая тут левится, так можно сказать, тут только перечень этих целых абзацев, только перечень премий. И, естественно, нам хотелось прочитать на этой ночи музеев пьесу Ярослава, и мы выбрали самый новый ее текст. Это первая комедия, которую написал Ярослава. Знаете, на репетициях, а мы с артистами репетируем, естественно, эту читку, артисты сами колются. Не знаю. Колются. Колются от смеха имеется в виду. От смеха, потому что это... Уточним, что колются от смеха. Это необыкновенно смешной, ироничный, местами едкий текст. Там, безусловно, на эту читку возрастное ограничение должно стоять 18+. Там он стоит все-таки? Ну, мы, по крайней мере, договаривались, что да. Там, как у многих современных драматургов, будет нецензурная лексика. Там она... Это такой художественный слепок современного общества. Там фигурируют и Навальные, и Путин, и православные активисты. И очень много всего, и все они уместились в пространстве этой пьесы, этой истории, которую завтра узнают кировчане. Эта пьеса не ставилась в «Ханчнике»? Что? Она не ставилась нигде еще? Она... Нет, она еще не успела. То есть совершенно новенькая такая? У нас сценической истории нет, но она уже победила. Есть в Питере Володинский фестиваль театральный, и в рамках этого фестиваля проходит проект «Первая читка». Там отбираются лучшие пьесы, которые представляются первый раз. То есть в Питере читка этой пьесы уже была. Питерская публика и зритель уже услышали этот текст. Ну, мы будем вторыми. То, у меня мысль родилась. Вот сейчас, может быть, кто-то нас слышит и думает, да что я не пойду, сейчас погуглю в интернете, найду эту пьесу, почитаю ее. Можно найти? Да, естественно. А, можно все-таки найти? Конечно. Ой, я подсказал. Не-не-не, коллеги, не соглашусь. Вы что, любое театральное постановка, да даже, господи, музыкальный концерт, как можно смотреть это в интернете? Это то же самое, что я скажу, партитуру посмотрю, в интернете, зачем я пойду на концерт? Это надо только вживую, исключительно вживую. Ты должен видеть, ты должен это слышать, ты должен ощущать ту энергию, которая исходит от автора этой пьесы. Да, и от артистов, поэтому... Алексей, ну вот в инженериуме пьесы 18+, это вообще нормально? Ну, смотрите, ведь у нас же программа, она распределена по времени, то есть мы начинаем, стартуем в 4 часа, но заканчиваем в 22. Вот, читка пьесы у нас запланирована на 20-30. Ну, зная практику мероприятий, скорее всего... Малыши заснут, что-то. Да-да-да. И в 17 лет человек уже не малыш. Все немножечко сдвинется, конечно, безусловно, вот, и вряд ли мы закончим в 10 часов, поэтому вот читка пьесы, она уже под финал. Когда уже, конечно, малышей не будет, будут люди взрослые, но, по крайней мере, взрослые уже своим сознанием. Вот, поэтому я думаю, что ничего страшного. 20-30, окончание в 20-20, что получается на полтора часа? Да, читка примерно на полтора часа, вот по тем репетициям, которые проходят, ну, примерно на это время рассчитываем. Давайте еще раз повторим, кто будет участвовать. Ой, участвовать будут... Читки. ...вся молодежь театра «Наспаска», это Мария Бондаренко, Евгений Лютиков, Нина Чернышева, ну, то есть, вся молодая часть труппы, которая с удовольствием участвует в таких мероприятиях. Недавно мы на ночь в библиотеке читали пьесу. Вот вылетело из головы уже. Мы о ней говорили, по-моему, тоже. Да, да, да. На Баркемпе в прошлом летом читали. То есть, это такое направление театра, которое нам интересно, и идея тотального театра, она, естественно, захватывает. То есть, сегодня, в 21 веке, театр мыслится не только как театр, который имеет место быть только на сцене, только в одной помещении. То есть, театр сегодня уже, это не столько здание, и не только здание. Театр, он повсюду, и, конечно, люди театра хотят, чтобы вот эта идея тотального театра, когда театр может осуществляться везде, на новых площадках, на новых объектах каких-то, потому что ставят сегодня спектакли и в заброшенных церквях, и в каких-то точках вне города. Это идеи, которые захватывают современный театр, зрителей. В постоянном поиске чего-то нового, неожиданного, неизведанного. Ну, тут новый формат, он еще не просто, это поиск простой, это все равно, когда интересно, там не сцена и темный зрительный зал, когда зрителя не видно. А тут, во-первых, и самому актеру легче играть, потому что он расположен среди зрителей, он сразу видит их реакцию. Вот, и у зрителя другая позиция, он не пассивный зритель, а он получается... Ему не надо в бинокль рассматривать лица актеров, он просто видит их вот рядом так же, как мы друг друга видим. Актер непосредственно может подойти, положить руку на зрителя, чтобы он успокоился, привлечь его внимание, и на ногу ему наступить, мол, не отвлекайся, смотри на нас, мы тут... Тут же еще драматург будет присутствовать, и как бы еще такой третий компонент, как автор текста. И надеюсь, что... Уже несколько слов мы сказали о том, что это только начало, да, Ночи музеев, то есть совместное сотрудничество театра, музея и университета. Ну, приоткройте, завесу-то тайны, что там... Во что это может дальше воплотиться? Слушайте, я слушал первую половину нашего разговора, и, честно говоря, для себя констатировал очень приятную вещь. Не знаю, согласитесь, не согласитесь, но вот я прямо ощущаю, что у нас в регионе и в городе действительно начинается некий такой культурный подъем. Нет у вас такого осознания, ощущения? Во-первых, складывается единение, мы действительно больше и лучше друг друга узнаем, мы действительно начинаем сотрудничать. Почему мы были раньше разобщены, я не понимаю сейчас, я не могу ответить себе на этот вопрос. А теперь у нас происходит, простите за такой бюрократический термин, оптимизация ресурсов. Нам действительно хорошо и классно друг с другом, поэтому вот те начинания полезные и успешные мы, конечно, будем продолжать. Поэтому у нас уже составлен, конечно, пока рабочий план график, но тем не менее программа мероприятий совместных на весь 2017 год, она уже расписана. И пространство инженериума, или все-таки арт инженериума, оно будет задействовано. Будут меняться экспозиции, будут, я думаю, привезены новые пьесы, приедут новые драматурги, благодаря театру на Спасской. Поэтому зритель увидит это не только в Ночь в музее. То есть как бы вот помимо лекций в политехническом, вполне возможно появятся еще и театральные вечера в политехническом. Но у нас идет проект лекций на лестнице, он более камерный и более узкоспециализированный, чем лекции в политехническом. Он стартовал, напомним, прошлой осенью. Да, он стартовал. То есть как раз у нас была премьера Каренина по пьесе Сигарева, и мы решили, что это хорошая точка для того, чтобы начать вот этот проект лекций на лестнице. А сегодня образовательные проекты все театры реализуют, начиная от БДТ, заканчивая самыми небольшими театрами в малых городах. И вот мы отчасти считаем, что встреча с Ярославой, творческая, это будет завершение вот этого первого сезона лекций на лестнице. И в следующем году у нас, я надеюсь, что будет возможность часть лекций сделать совместно с политехническим... Давайте даже раньше. Я не думаю, что в следующем году. Во второй половине 2017-го. Да, да. Мы просто скоро уходит театр естественного в отпуск, как только выйдем. Ну, да. В общем-то, в учебный год тоже. Учебный год тоже. У вас, кстати, они совпадают вполне. Да. Да, осенью, начало нового театрального сезона. Что для вас будет являться такими вот критериями оценки завтрашней акции? Удалось, не удалось? Во-первых, лица людей, которые придут. Вот их реакция, может быть, их благодарность, их какие-то восторженные отклики. Ну, я надеюсь, что противоположных не будет. А потом, конечно же, отлик все равно в соцсетях. То есть, ну, сейчас все призыватели... Из количества лайков, фотографий, репостов по собственным... А вот, 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 больше репостов и больше комментариев. Вот чувствуется сразу здесь, человек реагирует искренне. Кстати, информационно-то работу в соцсетях ведете? А как фотографии? Конечно, конечно. Ты бы обязательно сфотографировался, если бы ты ел произведение... У нас есть группа «Живой музей нескучный город», поэтому присоединяйтесь. Она и в ВК, и в Фейсбуке расположена. И зрители там могут узнать эту программу и частично вот ту интригу тоже почувствовать. Актеры молодые волнуются, Юля, или как-то уже привычно для них это все? Нет, волнуйения нет. Нет, есть азарт. Есть азарт, потому что что-то придумывается, что-то в процессе репетиции рождается. Это у них работа все-таки, да. А вот я думаю, что молодые ученые у нас больше волнуются, чем молодые актеры. У вас же это дебют все-таки в качестве такого объекта? Не знаю. Может быть, на что-то охватит чувство волнения завтра. Пока некий такой творческий полет. Это интересно. Сейчас подготовка идет уже полным ходом. Завтра все-таки, наверное, основная идея будет. Нет, ну основная уже подготовка завершена. В принципе, все готово. Ну, конечно, там последние мазки, как говорится, вот они будут делаться. Ну, всегда же после момента что-нибудь оказывается. Да, да, да. Еще три репетиции будет. Еще три? Еще три. Но мы будем репетировать и слепых. А у вас же, да. У нас две читки будет и разным составом, поэтому до последнего будем. Еще раз напомним, завтра ночь музеев в инженериуме на Преображенце. Завтра, Володь, я сразу скажу, ночь музеев завтра во всех музеях. Во всех музеях. Во всех музеях города. Но мы как бы говорим конкретно о мероприятии, которое пройдет в инженериуме, потому что, по-моему, как я правильно понял, это впервые. Да. Это впервые такое объединение и консолидация усилий. Начало в 16.00, 18+, все-таки, да, напомним? Ну, это вечерняя. Вечерняя самая конец программы. Да, самая конец. Там как-то специально ходить. Нет, ну, конечно, паспорта никто не будет спрашивать, естественно. Потому что, ну, все люди взрослые, некоторые зрители готовы воспринимать какие-то современные тексты, современные пьесы и в 14, и в 16. А некоторые в 60 не готовы. Естественно, да. И кроме колобка. Еще одна ключевая фраза. Вам нравится колобок? Еще одна ключевая фраза. Внимание, вход свободный. Вход свободный. Вход свободный. Спасибо нашим гостям. Спасибо ранее удалившейся Татьяне Мазур, директору художественного музея имени Васнецовых, Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета и Юлия Ионушаэта, заведующая литературной частью театра «Наспаска». Спасибо, что сегодня к нам взглянули. На этом дневной разворот завершается. Ровно через 20 минут программа... Встречимся в культпоходе. В культпоход, да. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok